Известный немецкий модельер-фотограф, коллекционер Карл Лагерфельд говорил «Можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его». Человек, про которого мы сегодня расскажем, использует в палитре абсолютно все цвета. Иногда творческая составляющая настолько выходит за рамки, что проявляется в самых масштабных ее размерах. Сегодня программа «Замечательный сосед» расскажет про Эльмиру Хакимову, человеку, который даст фору самым известным модельерам. Давайте посмотрим, что происходит за дверями одного из учебных заведений нашего города. Так, вертушку знают все? Вставай, Камила. Знают? Я сначала покажу, потом вспомните. А? Вертушку я показываю сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выпад, поворот. Наверное, каждая третья девочка мечтает стать моделью или манекенщицей. Эльмира учит их правильно ходить, позировать, держать лицо. Парней меньше, но они не отстают. В модельном бизнесе они ценятся даже больше, чем девушки. Могу приготовились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Репетиция – это основная составляющая любого творческого процесса. Без них на сцену не выйдешь. А ведь коллекция, которую создают Эльмира – это настоящий шедевр. Каждая из них продумана до мельчайших деталей. Эль, репетиция – это все хорошо, но, конечно, с костюмами намного интереснее. Расскажи, пожалуйста, вот здесь представлены два костюма из твоей огромной коллекции. О чем она что рассказывает? Эта коллекция называется «Мираз». Эта коллекция навеяна нам татарскими национальными традициями. То есть здесь исполнены татарские национальные орнаменты. То есть мы их сделали более масштабными, чтобы можно было рассмотреть всю красоту. Самое главное – все расцветки, которые присущи именно татарскому народу. Смотри, то есть получается, это же костюм – это такая сборная история. То есть имеется в виду платье, есть что-то по деталям. Расскажи, как это все одевается. Ну, все поочередно. Конечно же, сначала основной каркас платья одевается, Затем вот эти объемные детали, которые мы изготавливали совместно со студентами. И в конце головной убор завершает это все. Еще у нас, посмотрите, какие дизайнерские… Башмачки. Туфельки-башмачки. Вот у каждой модели свой цвет. Сколько было в коллекции костюмов? Вот в татарской коллекции. В этой коллекции у нас было 8 костюмов. От татарского к креативному. Смотрю, поражаюсь двум костюмом из твоей другой коллекции, андеграунд, которая называется. Расскажи, откуда вообще такие идеи, чтобы создать такое чудо? Ну, нам захотелось современности. Это как раз следующая коллекция после татарской. Хотелось поменять совершенно жанр. И мы придумали вот такую осовремененную коллекцию. Как раз был год цифровизации. Она была очень как раз актуальна в этот момент. И вот получилось то, что вы сейчас видите как раз. Ну, ребят, если так говорить, лично с вами тяжело в таких костюмах перемещаться? Ну, бывает и надо. Бывает и надо. Если приют, то нормально. Ну, то есть не первый раз ты уже в этом костюме, то для тебя уже как бы нормально. Ну, то есть тоже такой достаточно сложный, многослойный, интересный костюм с использованием различных материалов, да? Да. А самое главное, здесь есть волшебная изюминка. Так, рассказывай. По волшебному взмаху руки. А, то есть они еще и светятся. То есть это вот как раз цифровизация, и все вот нанотехнологии внедрены были как раз в этой коллекции. Да. Чтобы узнать, как фантазии, рожденные в голове улыбчивой и жизнерадостной Эльмиры, воплощаются в шедевры на сцене, мы решили отправиться к ней домой. Эльмир, ну, такая огромная коллекция твоих работ, но никогда не догадайся, что шьешь ты их не в огромном каком-то цехе, да, где много швейных машинок, а в своей квартире за уютным столом под хорошим светом. Расскажи, пожалуйста, про то, как продвигается вообще твоя работа, как к тебе приходят вообще вот эти идеи? Идеи приходят просто вдохновляясь разными прекрасными, допустим, картинами, либо просто какими-то предметами, либо мне это снится ночь во сне. То есть на видениях приходит какая-то абстрактная картинка, и ты потом привносишь всю эту красоту в костюм. Да, но, конечно же, изначально мы выбираем тематику, которая нужна, либо если это заказчики костюма, которые сзади нас, они мне уже определенную тематику дают, что им конкретно нужно, и я вот выполняю это потом работу. То есть ты фантазируешь уже в том потоке, который тебе задают? Да. А с самого начала так было или с начала первая коллекция твоя, это, по-моему, времена года были, да? Или как? Первая коллекция была «Космо Гламур», «Одни мальчики». «Одни мальчики» были? Да, да. Это откуда вообще идеи родилась? Вообще мы решили создать на студенческую весну просто классный креативный номер, который что-то такое, что никогда никто не делал. Вот. И у нас было очень много таких высоких красивых парней, все были спортсменами, и мы решили сделать просто такой шокирующий номер, сделали коллекцию чисто мужскую, причем она была вся блестящая. Вот. Конечно же, это произвело большой фурор, и мы заняли первое место, даже гран-при на республиканской студенческой весне. И все, с этого все началось. Но только костюмами твоя фантазия не ограничивается. Ты же еще и занимаешься макияжем, да? То есть это всегда какой-то определенный макияж. Сколько надо работать с одной моделью, прежде чем она выйдет на сцену? Да, конечно, всем моделям делаю макияж. Я, плюс, помогают мне студенты, которые тоже владеют техникой. Я им немножко, ну, подсказываю, как надо, какой мы делать будем мейкап. И потом в течение, ну, мы обычно приезжаем на мероприятие заранее, где-то в течение трех часов мы уже полностью готовы. То есть три часа для того, чтобы все ребята были подключены. Да, одеты, накрашены, да. Вот эта швейная машинка, это твоя самая главная помощница, да? Да. То есть все глобальные костюмы, они выходят из-под ее иголки, да? Да, практически. Практически так. У меня еще есть помощники, которых, конечно же, я задействую, потому что если мы берем большой объем, большую коллекцию, то одна чисто физически я не успеваю. У меня есть люди, которые мне помогают уже не один год. Вот, потом дальше у нас идет такой процесс, что они готовят нам каркасы, по моим эскизам, а мы со студентами дальше доделываем уже до конца. Ну, ты бдишь за процессом творческим. То есть ты свои элементы вносишь, да? Театру МОД, руководителем которого является Эльмира, уже 15 лет. За это время она создала 15 неповторимых коллекций. Космо, Гламур, Тайны Зодиака, Русский колорит, Фантастические войны и многие другие. Но видит Эльмира намного шире, поэтому с каждым годом коллекции и костюмы становятся все сложнее. Кто из близких тебя поддерживает в твоем творчестве? В моем творчестве поддерживают меня все близкие. Супруг мой дорогой, любимый. Конечно же, без него никак он вообще моя большая поддержка. Сынок вообще в восторге от моих работ. Ему очень нравится посещать мероприятия вместе со мной. И также, когда я шью, он тут вместе со мной и меряет, и режет, и помогает мне. И помогает со мной. Кроме тех костюмов, которые демонстрируют модели, Эльмира шьет большие ростовые куклы. И здесь процесс хоть и интересный, но не менее трудоемкий. Ведь необходимо понимать физиологию животных и уметь работать с поролоном. По словам самого модельера, здесь без прикладного искусства не обойтись. Сколько примерно уходит на один костюм или на каркас, как ты говоришь? На один костюм уходит примерно две недели. На один? Да, но если он очень сложный, то месяц. То есть это моя личная работа, которая, допустим, ростовая кукла. Такая авторская работа. Да, а если, допустим, мы шьем большую коллекцию с помощью еще некоторых профессиональных людей и меня, мы шьем коллекцию где-то за месяц, за полтора, всю. То есть ты на живых у не делаешь, да? Я, честно, в зависимости от ткани. Вот если она скользкая, конечно, делаю. А сейчас, в данный момент, тебе не нужна? Нет, не нужна, потому что эта ткань, она, видишь, какая она плотная, она держит форму. У меня уже глаз набит, вот все очень ровненько. Да, я вижу. Профи. Я вообще не краю, если честно. Я не краю определенным стандартом, как все. То есть лекалы не используешь? Использую, но по-своему. То есть я, допустим, беру у заказчика одежду, его размера, такая, которую мне необходимо запрашиваю, и уже шью вот в этом стиле, выворачиваю наизнанку, делаю замеры. И потом... Вуаля. Да, это вообще очень ускоряет процесс, если честно, потому что вот это создание выкроек, это для меня сложновато, так как я самоучка. Я вообще нигде не учусь, у меня нет образования швейного. Вот так вот. Это просто самородок. Вообще, какие костюмы тебе нравятся шить? Вот для театров, да, вот для такие вот яркие зайцы-утки, или вот что-то такое красивое, фантасмагорию твою? Мне нравится и то, и другое. Это немножко разные жанры, но это все же такое что-то творческое. То есть, допустим, обычную одежду мне шить неинтересно, поэтому я взяла шить именно костюмы для сцены, для творчества. Вот, это такая определенная ниша. Сначала сны, идеи, а затем эскизы. На бумаге Эльмира и ее помощники создают то, что однажды появится на сцене и будет покорять сердца зрителей. Эскиз – часть большой работы, и здесь наша героиня дает волю своей фантазии и полету самых невероятных идей. Нарисовать можно все, что угодно. Это надо еще выклатить в жизнь, чтобы, допустим, все эти детали выпуклые, они держали форму, вот. И поэтому, конечно, технически я это все сначала продумываю, потому что просто так, ну, нарисовать, а потом думать, что сделать, не получится. Надо обязательно знать, что ты хочешь получить в конце, какой продукт. Эльмира, спасибо тебе большое, что ты на какое-то определенное время окунула нас в мир творчества, в мир такой вот твоей яркой, бурной фантазии. Я желаю тебе побольше ярких, хороших снов, чтобы у тебя еще больше было вдохновения, чтобы муза приходила к тебе почаще. Ну, и ты продолжала радовать не только Нижнекамск, но и Республику Россию своими прекрасными работами. Это была программа «Замечательный сосед». Если у вас есть такие же замечательные люди, как наши героини Эльмира, то пишите, звоните нам, и мы снимем про вас программу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok